Добрый вечер И вот пообщавшись с ним мы все-таки поняли, что сегодня в 21 веке лечение зубов и избавление человечества от всех проблем, которые есть во рту, извините за такое определение этой сложности нашей, это не так сложно, это совсем не больно, но нужно с чего-то начинать. И в первую очередь начинать нужно с профилактики, ежедневной профилактики. Да. Вот расскажите поподробнее всем нам, как правильно чистить зубы. Вот кто-то говорит, достаточно там пасты в рот набрать, там несколько раз щеткой провести и все, и пошел. Кто-то говорит, что достаточно просто щеткой без пасты, кто-то говорит, что дети должны как первый зуб появился чистить, кто-то говорит, что только после двух-трех лет. Я еще, кстати, слышал, что когда ты почистил зубы, пасту во рту нужно еще подержать какое-то время, чтобы эффект... Кто-то говорит, что до завтрака, кто-то говорит, что после, так как правильно... Так вот давайте вот основные правила, как правильно чистить зубы. Ну, самые азы. Чистим два раза в день, утром, вечером. Обязательно после приема пищи. То, что чистить зубы... До завтрака. Да, до завтрака, но это бессмысленно. Значит, утром чистим после завтрака, а вечером, перед тем, как ложимся спать. Сама чистка должна занимать не менее трех минут. Чистить необходимо определенными способами. То есть, если это верхняя челюсть, то по ходу роста зубов, то есть вверху вниз, на нижней челюсти... Как бы метелочка тоже. Да, как метелочка на нижней челюсти, снизу вверх, потому что вот эти все продольные движения, они приводят к тому, что весь зубной налет просто забивается в межзубной промежуток. Он там остается, оставление минерализуется и превращается в зубной камень, который потом сам пациент просто удалить не сможет. Ну, а в таком случае, наверное, здесь автоматически встает вопрос в выборе щетки. Их же миллиард и двадцать штук, представлено. Вот, не знаю, щетка с моторчиком, так сказать. Она на самом деле хорошо чистит? Ну да, да. Электрические щетки, они, конечно, эффективнее. Ну, стоимость, конечно, у них большая. Ну, если нет возможности, да, вот приобрести электрическую щетку, можно, конечно, обычной щеткой пользоваться. Выбирать щетку, конечно, лучше из искусственной щетины. Ну, она, первое, гигиеничная. Ну, из натуральной, по-моему, уже нет. Да, она есть, есть. Некоторые даже думают, что если натуральная, значит, это лучше. Хотя вот искусственная щетка, она не содержит пор, где бы могут, да, микроорганизмы развиваться. У нее закругленные вот эти вот края, чтобы не повредить, да, там, десну. А у них же еще разная жесткость. Да, жесткость. Есть силиконовые какие-то вот пластинки, зубчики. Да, это больше такой, знаете, маркетинговый ход, да. Потому что ничего это там большого значения не влияет. А скажите, Юрий Владимирович, а зубная паста в таком случае тоже? На рынке ведь огромное количество производителей и с травами, и там, с чем вы говорите, и с мумиё, и с молоком. И за 200 рублей, и за 500. Как правильно подойти к этому вопросу? Ну, зубные пасты, они бывают трех видов. Это гигиенические, которые в своем составе содержат небольшое количество абразива и какое-то дезодорирующее средство, да, ну, то есть, чтобы почистить зуб и убрать неприятный запах из рта. Они лечуют на профилактические зубные пасты, которые в своем составе могут содержать, допустим, фториды, да, кальций. Да, какие-то там лечебные травы могут содержать. Вот этими двумя группами можно пользоваться каждый день. Но есть еще и третья группа пасты, это лечебные пасты. Они в своем составе содержат какие-то лечебные вещества, но применять их в повседневной практике не рекомендуется. Ну и продаются они в аптеках, наверное, да? Нет, они продаются обычно. А, тоже в магазине? Обычно продаются, потому что люди не знают. Да, применять их, видимо, нужно только после консультации. Только по назначению врача, потому что это лекарство, которое нельзя пить. А то можно безумали остаться. То есть это свободно продается в магазине? Это свободно продается в магазине. Я назвать, конечно, не буду эти пасты. Ну, конечно, да. Но надо просто читать, что это... Ну, вот нашим телезрителям на заметку, да, когда приходите в магазин. То есть перед тем, как что-то купить, спросите либо у слова стоматолога, либо прочитайте, либо посмотрите в интернете, что вы вообще покупаете. А скажите, пожалуйста, вот есть еще такая зубная паста, которая помогает людям с вредными привычками... Убрать шармей. Я о курении сейчас говорю. Вот убрать вот этот вот налет от курения, там, запах неприятный изо рта. Вы слышали про такую? Ну, есть пасты отбеливающие. Хотя, если честно сказать, никакая паста отбеливающая ничего не отбеливает. То, что все-таки отбеливание-то... Химический процесс. Да, он направлен на разрушение пигмента внутри ткани зуба. А любая отбеливающая паста, она содержит в себе какие-то абразивы. И при частном ее применении она просто изначает эмаль. Вообще, как бы положено пастой пользоваться вот этой отбеливающей. Ну, два-три раза в неделю, не более. Не каждый день. Не каждый день, ни в коем случае. Да, нельзя пользоваться этим. Ну, и вопрос, который... Вот много предрассудков и заблуждений. Все-таки в каком возрасте нужно начинать чистить зубы? Потому что многие родители уверены. Ну, это же зубы молочные, они же все равно выпадут. Зачем их чистить? И поскольку что-то мокрое чистите. Ребенка лучше приучать, как только появились первые зубы. Причем приучать лучше своим опытом. Вместе с ним, вместе в ванной. Брать самому щетку, самому чистить. Он будет смотреть, он даже будет... Подражать. Просто подражать, да. Как только зубы появились, надо просто приучать его к этой чистке. То есть, конечно, он не будет сам там ничего чистить. Ну, он хотя бы будет иметь какой-то навык в дальнейшем, что это делать обязательно. А походы к стоматологу два раза в год это норма? Или нужно там, я не знаю, почаще обращаться? Ну, это норма. Понятно, когда проблема, ты, естественно, бежишь. Это норма просто, если нет никаких проблем. То есть, мы пришли, посмотрели. Если даже ничего не болит. Да, да. Если ничего не болит, потому что, ну, есть такой какой-то контактный кариес, да, который вы просто не увидите. А если у вас что-то беспокоит, ну, мало ли что. Ну, реагирует от холодного, там, от сладкого. Или там какие-то боли появились в зубах самопроизвольные. Или накусывать больно стало на зуб. Не дай ему какой-то отёк появился или ещё что-то. Нужно, конечно, сразу же обратиться. Причём есть такие вот проблемы, можно сказать, малозаметные такие. Допустим, кровоточивость вёсен, да, неприятный запах из рта появился. Ну, как-то люди стараются так. Ну, пошёл в это. Заглушивай. Ну, да, жевачку пожевал, там, уполоскал, прополоскал. Хотя, ну, это может быть причиной какого-то там парадонтита или ещё что-то серьёзное. Прималейший сбой, прималейший боли. Не надо терпеть, сразу бежать. Не терпеть ни в коем случае, да. Как у нас говорят, чем раньше, тем дешевле. Ну, а по поводу цен, мы, конечно, потом ещё поговорим. Мне интересно вот, что со времён, когда мы боялись этих бормашин на ременном приводе. Больные такие, да. Ведь очень много воды утихло, и всё изменилось. Какие сейчас технологии применяются в стоматологии? Больные ли? Да, больно ли вообще людям? Нет, если, конечно, лечить без анестезии, то очень больно. Но мы сейчас вообще все мероприятия, которые производим в полости рта, даже те и не надо, по просьбе пациента мы, конечно, всё обезболиваем. Эти, извините, анестетики очень современные. То есть это не обязательно должен быть жестокий укол, куда-то? Нет, ну, перед тем, как ставим укол, мы, конечно, обезболиваем место вколом. Потом анестетики, они разные. Подбираем дозу, конечно, для каждого человека, в зависимости от возраста, от веса. А пациенты-то изменились, стали меньше бояться? Чаще ходить дисциплинированные люди стали? Не знаю, за последние 10 лет, например. Ну, те, кто помоложе, они уже ничего не боятся, потому что они того ничего не знали. Да, кто в возрасте, там, конечно, сейчас метло не забылишь. А вы встречали когда-нибудь, ну, в своей практике человека, ну, который пришёл к вам, и вы понимаете, что всё, это стена, ну, невозможно к нему подойти с инструментом. Вы как психолог же ещё должны работать с вашими пациентами. Садится в кесло, падает в обморок. Как вы уговариваете людей всё-таки поддаться на лечение? Ну, знаете, если он пришёл, значит, уже какая-то проблема есть. Значит, эту проблему надо постараться всё-таки решить, объяснить ему. Ну, если есть проблема, ну, смысл какой с ней? А часто приходят люди, которые говорят, слушайте, удалите мне, я не могу, болит? Часто. Но вы, естественно, предлагаете лечение, если оно возможно, да? В первую очередь мы предлагаем лечение, но если человек болит, и мы знаем, что это приведёт к каким-то осложнениям, ну, что же мы будем заставлять, если он не хочет? Конечно, мы удаляем, может, это не всегда правильно, но всё-таки это лучше, чем... Про технологии давайте поговорим. Вот мне всё-таки, да, понятно, что оборудование современное, оно сейчас ультрамодное, и там всё без боли, без лишних звуков происходит. А сами материалы, да, вот техника, ведь всё же поменялось, мне кажется. Нет уже вот этих пломб, из чего там, из асбеста их ставили, я вообще не помню. Ну, знаете, в городской косметологии всё есть, бесплатно можно всё, что хотите, поставить. Ну, конечно, мы в своей практике стараемся использовать современные материалы. Ну, это в основном светополимеры, да, которые можно и по цвету подобрать, эстетичные очень, они очень практичные, ну, в зависимости от того, на какую поверхность ставить пломбы, ну, соответственно, такие пломбировочные материалы. И для пломбирования корневканала сейчас совершенно многие технологии новые появились. Вот что такое эндоэндонтическое лечение? Вот об этом хотелось спросить. Интересный термин, незнакомый. Ну, сейчас, наверное, трудно встретить такого человека, который не был бы знаком с такой процедурой стоматологии, как удаление нерва с последующим пломбированием корневканала. Ну, это, к фразе, это вот и называется эндоэндонтическое лечение. Ну, там, раньше это как-то лопаткой туда вот что-то запрессовывали. Ну, эндоэндонтическое лечение, это же внутри, да? Нет, нет, но это же сейчас внутри зуба, да, внутри зуба. То есть, если есть какая-то причина, ну, обычно нервы удаляют по какой причине? Пульпит, перидонтит. То есть, либо это сосудистый пучок воспалился нервный, да, потому что больно начинает болеть, либо эта инфекция уже ушла за пределы зуба. Появилась боль при накусывании, отёк. Здесь необходимо уже эндоэндонтическое лечение. А потому что вот если зуб с удалёнными нервами, он пустой, да, если его не запломбировать, он разрушает зубы. Нет, это такая, знаете, это такой, как бы, своего рода инкубатор, где будут размножаться болезнетворные микробы, которые в дальнейшем приведут, ну, вплоть до удаления зуба. Это же является причиной... И соседним зубам ещё. Ну да, конечно, это разрушается, соседние зубы, да. А вот эта вот современная технология, насколько она долговечна? Современная технология? Ну, давайте начнём с того, что, как часто вы сейчас применяете, и какие материалы там, ну, вот, что туда, в эти каналы пустые, заливается... Да, в современной стоматологии сейчас используется в большинстве случаев гуттаперчем. Это такой продукт растительного происхождения, получают его, ну, скажем так, из млечного сока и некоторых тропических растений. Ну, в стоматологии его используют в специально обработанном виде, это придаёт этой гуттаперче пластичность, гибкость, она рентгеноконтрастна, в канале она не рассасывается, она инертна, то есть она не вступает в реакцию с тканями зуба, и легко запломбировать, она в каналах вообще не рассасывается, не токсична, не аллергична. Идеальный материал сейчас? Идеальный материал для пломбирования корневых каналов. Ну, если она пластичная, то, значит, она никаких пустот не оставляет, и никакого шанса кариуса, в общем-то, дальнейшему не даёт. Ну, не кариус, а отстранение инфекции в незапломбированном канале, да. То есть если она полностью обтурирован, то никаких шансов... То есть это ещё такой анестетик, да, я так понимаю? Нет, анестетика, это не анестетика... Герметик для... Это как герметик. Да, это как герметик для зубового канала, да. Ну, а пломбы, которые уже вот непосредственно на саму поверхность зуба, это же тоже сейчас новый материал какие-то используются? Ну, всё по показаниям. Ну, в большинстве случаев мы, конечно, используем стекло. Ой, извините, пожалуйста. Мы используем светополимеры. А, вот. Да, это современные же. Это вот как раз тот ультрафиолет, которым светит на зуб. Чтобы застыло. Ну, да, у нас застывает подействием специально, да, лампы, которые на неё светишь, и она застывает. Вот с применением гуттаперча как-то вот изменилась длительность процесса? Вот я помню, что раньше там при удалённом нерве там или убивали нерв вот там мышьяком и с чем-то вот этим вот. То есть это занимало там неделю, две, три периодически бывало. Сейчас как-то ускорился процесс? Да. А, значит, само лечение состоит, ну, конечно, после постановки диагноза, там, согласования плана лечения с пациентом, обезболиваем, делаем изоляционную систему накладную, чтобы тканевая, да, там, сунан, грубо, не попала в полость зуба, да. Делаем доступ к корневому каналу и смиряем глубину корневого канала при помощи апекс-локатора, ну, чтобы нам не выйти, да, за пределы верхушки корня. Потом обрабатываем этот корневой канал, придаём ему такую, знаете, конусообразную форму, чтобы легче промыть его было. При этом удаляем с внутренних стенок инфицированный дентин, многократно промываем антисептиками, высушиваем, и только потом уже приступаем к ломбированию. А это по времени сколько занимает? Час, два, три сеанса? В зависимости от того, сколько корней в зубе. Ну, хорошо, если их два. Если два корня, да. Если всё делать в одно посещение... А это возможно? Сначала. Это возможно, это сначала, этому надо договориться, конечно, с пациентом, если он согласен, ну, в пределах часа где-то. Ну, в общем-то, очень быстро. Ну да, сходить и вылечить зубы сейчас стало проще и легче, да, и не так страшно, это должен понимать каждый. И результат приличный. Вопрос только в том, сейчас вот в Красноярске ведь очень много мест, вы правильно говорили, и про государственные, допустим, учреждения, где до сих пор, может быть, где-то и используются вот эти допотопные технологии. Где сейчас воспользоваться всеми этими вот современными методами? Попасть к заботливому стоматологу можно? Куда нужно пойти, чтобы получить то, чего ты так долго хотел? Это можно обратиться в клинику эстетической стоматологии Сандент, расположенная улица 9 Мая, дом 28, записаться по телефону 220-4705. Ну и, соответственно, по телефону быстренько обсудить там какие-то основные вопросы, прийти уже непосредственно на прием, решить окончательно план действий составить, да, и уже ходить здоровеньким и улыбаться. Все правильно. Красиво улыбаться. Красиво улыбаться. Да, да. Эстетическая же стоматология, не просто так. Юрий Маевский, врач-стоматолог, был у нас сегодня в гостях. Юрий Владимирович, большое вам спасибо за исчерпывающую информацию. Мы наконец-то узнали очень много нового и про зубные пасты, и про зубные щетки. И про новые технологии, новые пломбы. Да, что не может не радовать. Мы сейчас ненадолго прервемся, и после этого вернемся в эфир. Продолжение следует...